всем привет меня зовут александр владимиров школа logic pro help сейчас мы поговорим о том как освободить место для бочки и баса что это значит и для чего это нужно когда мы создаем трек электронно танцевальный конечно же нам нужно чтобы бочка и бас они звучали мощно круто классно и так далее и как раз таки для того чтобы они звучали круто и классно зачастую не нужно делать их максимально громкими наваливать кучу дисторшина сатуратора либо пытаться как-то эквалайзером добавить кучу низов все что необходимо это не мешать бочки и басу правильно сказать саб басу выполнять свою работу и для того чтобы они выполняли свою работу верно нужно чтобы остальные звуки не мешали им для этого мы у всех звуков за исключением бочки и саб баса мы срезаем низкие частоты как правило я срезаю все что ниже 150 герц давайте покажу как это выглядит например вот здесь вот нас чуть больше срезано давайте возьмем какой-нибудь например перкуссионный луп даже на перкуссионном лупе я срезаю низкие частоты у меня есть даже заготовленный пресет который я себе сохранил low cut где срезом 24 дБ на октаву мы убираем все что ниже 150 герц это я бы сказал такое талонное значение которым я пользуюсь уже много лет потому что когда мы срезаем все что ниже 150 герц мы действительно срезаем я считаю оптимально мы убираем только низкочастотную муть и не срезаем сам тембр звука то есть сам тембр звука он практически не меняется конечно в зависимости от ситуации мы можем подрезать чуточку меньше или чуточку больше но 150 это эталонное значение и 80 то и 90 процентов случаев я использую именно такое значение и нам нужно обрезать эти частоты везде прям на всех звуках конечно если мы берем какие-нибудь хай-хеты то здесь вполне вероятно у нас ничего нету да мы видим что здесь отсутствуют какие-либо низкие частоты если их совсем нет то мы их не обрезаем но если даже что-то хотя бы чуть-чуть есть то лучше обрезать почему потому что в сумме если у вас много дорожек в треке а я подозреваю вас треках много дорожек то даже если на какой-нибудь там перкуссионной не знаю штуки вы забыли отрезать эти низа потом вы забыли отрезать еще на каком-то пэде которым казалось бы этих частот почти нету в итоге это все суммируется и начинает реально мешать бочке и басу как я делаю проверку то есть в принципе достаточно очевидные простые вещи я сейчас говорю это срез низких частот все что ниже 150 герц на всех звуках кроме бочки и саббаса как проверить правильно ли вы все сделали я делаю очень простую быструю проверку и сейчас поделюсь ей с вами я выключаю кик естественно беру кульминационную дроповую часть своего трека выключаю бочку и выключаю саббас очень важный момент что мы срезаем низкие частоты на мид басах в том числе и если вы не совсем знаете что это такое саббас мидбас что это то на нашем youtube канале есть видео где я рассказываю как раз таки про саббас мидбас в общем то как с ними работать но если вкратце то мидбасы они заполняют средние частоты поэтому низкие частоты мы у них подрезаем а за низкие частоты отвечает у нас так называемый саббас и затем когда я выключил саббас и бочку я прям на мастере желательно первым в цепочке ставлю обычный эквалайзер и по анализатору смотрю чтобы здесь низких частот не было с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке но после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывай обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику мы достаточно отчетливо видим что здесь нету никаких низких частот то есть я все везде подрезал бывает что когда много дорожек как-то запутался забыл еще что-то и не вырезал когда здесь какая-то ерунда начинает проскакивать даже пускай так вот на донышке это значит что где-то счет не обрезали нужно искать и в общем-то подрезать и теперь когда я включаю сабаз и бочку то вы сами видели сколько места для них и они шикарно заполняют эту пустоту и все звучит хорошо на всякий случай врублю бочку и сабаз соло вот так они звучат вместе окей какие есть еще особенности помимо того что мы должны срезать низкие частоты везде и мы можем делать вот такую проверку еще маленький нюанс про который можно немного так забыть допустим вы сделали эту проверку все везде срезали все отлично вот допустим нас есть арпеджио не чуть позже вступают я смотрю что все здесь окей все супер но я вот решил в процессе взять и добавить distortion например какой-то сатуратор distortion overdrive то есть любые плагины которые у нас находятся в разделе distortion но это могут быть опять же повторюсь сатураторы не только встроенные в лоджик какой-нибудь фаб фильтр saturn сатураторов очень много на самом деле и когда вы их используете то появляются низкие частоты которых раньше то не было мы же подрезали вот мы видим эквалайзер взял и все это срезал но почему-то эти низа опять появились как с этим бороться на самом деле элементарно вам необходимо ставить вот этот вот distortion перед эквалайзером ну правильнее сказать не перед эквалайзером а перед фильтром то есть вы можете например разграничивать вас может один эквалайзер выполнять непосредственно роль фильтра от 2 эквалайзер там заниматься какой-то обработкой удалением резонансов возможно и так далее но у меня здесь все в одном и я ставлю distortion первым в цепочке а потом уже начинаю у него срезать вот эти вот частоты напомню вот этот вот анализатор у нас этот анализатор который стоит на мастере и теперь у нас и частоты подрезаны это тоже очень важный момент на самом деле однажды я писал трек и как раз у меня была вот та ситуация которая описывает они выдумки это то чем я делюсь исходя из своей практике я писал трек и я слышу что бочка с басом как-то вот не звучат вот что-то вот не то как будто им что-то мешает я проверил вроде везде низкие частоты срезал и потом обнаружил что действительно на одной группе я решил добавить сатурацию причем я добавил не сильно много сатурации но низкие частоты вырезали и не поверите они мешали бочки и басу поэтому вот такую проверку я делаю и в электронно-танцевальной музыке я считаю это прям катастрофически важно это очень очень важно потому что бочка с басом это сердце почти любого трека и они должны звучать хорошо на этом все с вами был александр владимиров желаю вам мощных качающих треков до новых встреч в новых видео пока